Когда мы с вами слышим о том, что официальные лица, представляющие правительство Соединенных Штатов Америки, говорят о том, что силам обороны Украины необходимо прекратить бить по заводам НПЗ в Рашистской Федерации. А больше чем за полтора месяца мы уничтожили и вывели из строя более 13% системы НПЗ, для энергоресурсов, углеводородов для Рашистской армии на территории Российской Федерации и также по базам на территории оккупированной Украины. Мы говорим непосредственно про Крым, Донецк, Луганск и так далее. И когда официальные лица Соединенных Штатов Америки, такие как министр обороны и другие представители, говорят о том, что украинской армии обороны необходимо прекратить эти удары, потому что одна из причин называется в том, что якобы проблема будет с горючим в мире и вырастут очень сильно цены, становится, конечно, очень смешно. Но, друзья, можно посмеяться, но толку от этого мало. Нам с вами необходимо докопаться до сути. И изначально казалось о том, что таким образом американские власти хотят отстранить себя, заявить на весь мир и отстранить себя от поддержки Украины в этих вопросах. Потом мы с вами узнаем, потом мы думаем о том, что, скорее всего, что это ИПСО. И, в принципе, это так и есть. Это и попытка отстранить себя, чтобы мир думал по-другому. Это, безусловно, и ИПСО. Потом мы с вами узнаем, что, оказывается, Соединенные Штаты Америки еще в феврале передали силам обороны Украины ракеты АТАКАМС, которые были силами обороны Украины использованы очень и очень удачно. Были донесены очень крутые удары, уничтожения разных баз и в том числе НПЗ. Но тут пришла еще дополнительная новая информация, которую знают в основном преимущественно эксперты, которые изучают этот вопрос. И оказалось, друзья, что есть еще одна очень веская причина для того, чтобы американские представители заявляли и просили силы обороны Украины не бить по НПЗ. Оказывается, что в Российской Федерации, в каждой серьезной компании, связанной с углеводородами, мы говорим в данном случае о Роснефти, о компании Роснефти, и с порядка 40 НПЗ, которые есть у Роснефти, в 10 примерно, мы говорим примерные цифры, примерно в 10 НПЗ, в многоледовых радах, в этих компаниях находятся представители американского бизнеса. Вы знаете эту историю. В Украине тоже в наших крупных компаниях находятся представители Запада, в многоледовых радах, которые получают огромные бабки заработной платы. Так вот, в Российской Федерации похожая ситуация, и в российском большом бизнесе до сих пор еще, в частности, в этой отрасли, в отрасли углеводородов, находится до сих пор очень много американских инвесторов. Таким образом, змея вокруг головы укусила сама себя за хвост. В таких условиях вести Украине войну и вести защиту, конечно, достаточно сложно. Но я горд и рад тем, что силы обороны Украины творят воистину чудеса. Такой, возможно, конечно, такой отпор, возможно, давать с помощью нашего Создателя, с помощью Господа Бога. И я хочу сказать слава, слава силам обороны. И на сегодняшний день те ракеты Атакамс, которые идут, летят в Киев, и то ли еще будет. Я Самвел, украинский армянин. И если вам нравится то, что мы делаем, снимаем те видео на нашем интернет-телевидении, на нашем инет-виде украино-армянском под названием КАП-ЮА-АЭМ, если вам нравится наш ресурс, наш видеоконтент, то вы можете поддержать наше интернет-видение. В описании к этому ролику и в комментарии вы увидите номер нашей карты Монобанк. Будьте щедры, поддерживайте наш ресурс, и он превратится и с нашей, и с вашей помощью в один из самых больших ресурсов инет-видений, которые только существуют на сегодняшний день. Украино-армянское интернет-видение КАП-ЮА-АЭМ. Будь мой орач, орач и только орач, и кап и меч. КАП-ЮА-АЭМ.